Добрый день! Приветствую вас на моем канале. Сегодня в видео вы узнаете, каким должен быть нож для резания и шинковки капусты. Итак, каким же бывает нож для шинковки капусты и его характеристики? Нож должен отвечать трем требованиям. Быть максимально острым, иметь широкое лезвие и под рукояткой должен быть выступ или ограничитель. Но если есть на кухне обычный нож, отвечающий перечисленным требованиям, то он может также послужить для нарезания капусты. Нож, который находится у меня в руках, называется нож Рома. Инструмент. Он представляет собой универсальное приспособление за счет наличия острого лезвия. Вот видим. Отверстие, вот видите, шинковочной кромкой. Серейтер. Вот он, серейтер. И вот такой нож называется нож Рома. Такой нож очень популярен среди домохозяек, потому что обладает он следующими свойствами. Первое, что обычного ножа острого, но отрезать им удобно только неширокие куски продуктов. Дальше. Он свойство шинковочного приспособления. Это отверстие в лезвии позволяет быстро переработать большой качан капусты. И вот, видите, зазубрины, это называется церейтер. Это чистящий рыбу инструмент, да. Легко может снять даже мелкую чешую. И посмотрите, на другом конце лезвия мы видим открывалка для бутылок. А вот, если мы посмотрим, где должен быть острый конец, да, у ножа обычно, да, он с заточкой, лезвие с гладкой заточкой. Это означает, что им будет удобно нарезать, например, зубчик чеснока. Изготавливаю такие ножи из нержавеющей стали. Ручка пустотелая, легкая. На конце должен, может быть, петелька для удобного хранения в подвешенном состоянии. Единственный недостаток у этого ножа, это невозможность проведения длительной работы по шинковке капусты. Да, вес его очень легкий, поэтому приходится прилагать усилия, поэтому рука быстро устает. Вот, что касается этого ножа. Плюсы и минусы. Нарезка капусты может быть соломкой и осуществляется гораздо оперативнее, в отличие от использования обычного ножа. Является наиболее безопасным вариантом, который исключает появление травм. Может быть применен как нож для измельчения капустных лицов и занимает на кухне небольшое пространство. И также его очень легко мыть. И недостаток, это может быть достаточно высокая цена, но у нас он стоит, я уже повторюсь вам, 400 динаров 500. В среднем стоимость, в принципе, небольшая. Дальше отсутствует отсек, конечно, для сбора рубленых капустных листов и характеризуется небольшой функциональностью. Ну, для нарезки и шинковки капусты нормально. Можете купить такой нож, если вы живете в Сербии. Продают их на Вашарах. Вашары могут проходить как в вашем городе, так и в близлежащих городах. Стоимость 400-500 динаров, можете спросить. И сейчас я вам покажу этот нож в действии. Итак, для удобства, как правильно держать нож. Указательный палец налей заверху, большой сбоку, все остальные снизу. Удобнее, чтобы было нарезать капусту. Если большой вилок, нужно разделить на две части. Если вообще большой, то на четыре. Могу дать и казать, да, я вам удобно свои ножи. Могу легче, чем с этим обычным, как режешь. За салатом, для того, чтобы было что-то. Ваши удобные. Видите, как он сытно режет. За салатом супер. Дай ему практичный, не мастер. Ваши практичный. То есть ты довольный, да, что нож такой? Да, да, да. То есть практичный нож, да, какой бы ни было. Да, очень довольный. А вот эти вот прожилки, которые большие, ну, хорошо тоже сечет их? Да, да. То есть... Кто придумал... Молодец. Молодец. А как сильно ты прилагаешь усилия? Что-то, знаешь, ну, очень-то, знаешь. Ну, вот, вы видите, да, что... Да, легко, совсем легко. Да, легко, как идет сечение. Да. И хорошо, вот, Бубан говорит, на салат вообще отлично режет он. Отлично, смотри. Поближе поднеси. Супер, 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 супер. То есть, если вы увидите такую практичную, практичный нож, то покупайте, не сомневайтесь, особенно для тех, кто живет в Сербии, очень пригодится. Я говорю, можно любые овощи и фрукты резать таким ножом. И вот, что я вам говорю. Ополоснули. И ничего больше не надо. Вот такая вот эксплуатация ножа.